Сгоревшую крышу дома на Северном Власихинском убирают до сих пор. Завтра неделя, как здесь произошел крупный пожар. Огонь охватил всю кровлю, опуститься до квартиры ему не дали пожарные, но и так ущерб масштабен. Осталось снять и шлак, и кровлю разобрать, снять всю кровлю. Тем не менее, дом жилой. Люди вернулись в квартиры через день после пожара. Угроза была ликвидирована. С удобствами пришлось подождать. Электричество и водоснабжение восстановили на днях. Сейчас Ростелеком оперативно восстанавливает сгоревший на крыше оптический кабель и оборудование, от которого связь получали сразу семь домов. Интернет в соседних многоэтажках появился быстро. В этом доме из-за ремонта кровли распределительную сеть развернули в подвале. Сейчас ведутся работы по монтажу телекоммуникационного оборудования и кабельных линий в подъездах для подключения абонентов. Работу мы планируем закончить сегодня к концу дня, где-то часам к 18-19. И завтра уже начнем подключать абонентов. Кроме звуков ремонтных работ на крыше, сейчас жильцам дома о пожаре почти ничего не напоминает. Запахи только в подъезде. Ну и у нас немного швы подтекали. То есть вот это видно. А так, в принципе, ничего. Говорят, что вроде как какое-то укрытие временное будет. К восстановлению кровли власти планируют приступить на следующей неделе. По решению мэра Сергея Дугина строительство пройдет за счет средств резервного фонда города. На это выделено 11 миллионов рублей. Сроки восстановления пока не называют.